Она сказала, я просто никогда не работала и вообще ничего не делала. Ну, на самом деле, то есть как бы непонятно, да, не работала, ничего не делала, курила, пила и очень счастливая. Ну, так делать нельзя. Это я так вначале пошутила, это ей повезло. В большинстве случаев так не бывает. Поэтому надо очень чётко, осознанно подходить. Я почему и назвала ваш осознанный выбор, осознанно знать, что нужно сделать. Такой маленький план, что я сегодня вам расскажу. Что мы знаем о старении? Конечно, всё, что мы знаем о старении, я рассказать не могу. Это тема очень глубокая, длительная. Я расскажу больше, какие факторы влияют на старости, не будут понятны. Как определить можно биологический возраст и его детекторы, то есть критерии, показатели. Как непосредственно наш организм считывает наш биологический возраст. Он сам считает, что ему сделать и сколько ему ещё осталось жить. И пора ли ему сворачивать, так сказать, свою программу. Ну и самое интересное, что мы можем реально изменить. Это самая хорошая новость, потому что, я вам скажу честно, все, кто находится в этом зале, вы уже реально что-то меняете. Если вы хотите знать, если вы уже в компании NSP, вы в здоровом таком мейнстрим, это можем назвать. То есть у вас всё будет хорошо, более глубоко разберёмся. Что мы знаем о старении? Факторов на самом деле очень много. Если вообще кто-то интересовался этим вопросом, в интернете тоже очень много информации. Информации разные для врачей, не для врачей. Нобелевские премии присуждены людям, которые занимались старением. Шесть Нобелевских премий, то есть есть шесть теорий. Но я сегодня не буду говорить о каждой теории конкретно о человеке, кто что раскрыл, какие механизмы. А разделю это на факторы, это будет более понятно для нас. Пока я перечислю, да, вот истощение стволовых клеток. Все мы знаем, что это, ну, даже кто у нас не врачи, поднимите руку, кто врачи. Кто не медицинский работник, потому что это всем интересно. А если будут вопросы у врачей, то, пожалуйста, потом ко мне я смогу более глубоко ответить. Изменения в клеточном общении. Понятно, правда? То есть клетки друг с другом общаются, есть сигнальные пути, и они просто со старостью ломаются. И как их не поломать, чтобы они друг друга слышали и плюс еще не обманывали, мы тоже сегодня поговорим об этом. Нестабильность геномов. Все мы знаем, что у нас есть клетка. Когда мы состоим из клеток, у нас есть генетическая информация, которая представлена в виде генома, в виде ДНК. И вот с возрастом эти поломочки происходят, мы меняемся, остареем, болеем и умираем. Укорочение теломер. Это длина хромосом. Я более подробно скажу. Это так называемый биологический возраст. То есть, допустим, я обычно говорю такой пример, да, в 29 или, допустим, в 45 взять 100 человек, у каждого из них будет своя длина хромосомы. И по этой длине на сегодняшний день мы можем определить биологический возраст. Вот чем длиннее, тем моложе. Кому-то в 45 может быть по биологическому возрасту 29, а кому-то уже 65. И это тоже важно. Эпигенетические изменения. Эпигенетика — это наука вообще о факторах, так, на украинском языке, в внешнего сыра до овощи, окружающей среды, извиняюсь. Да, я преподаю на украинском, сегодня говорю на русском, поэтому могут быть такие чуть-чуть у меня сбои. Это факторы окружающей среды. Так, извиняюсь, если я к вам так немного буду стараться. Чего ничего. Ну, это всё. Это воздух, географическое расположение, наше питание и так далее, и так далее. Об этом сегодня я буду мало говорить, только поговорю о физической активности, факторах сна, так, нарушении белкового гомеостаза. То есть, ну, мы знаем, все, кто в МСП, все, кто хорошо кушает, знают, прежде всего нужно есть хороший, качественный и в достаточном количестве белок. Это гарантирует стабильность нашего собственного белка. Изменения в энергетическом балансе. Ну, тоже понимаем, да, много едим, допустим, углеводов, энергии поступает много, мы её не используем, нагружаем с ней. Метахиндриальные нарушения, поговорю об этом. Ещё клеточное старение и истощение стволовых клеток, я уже сказала. Вот теперь факторы старения — это более такое вот, оно узко, и сегодня остановлюсь на этом. Разделяют их, их сегодня и в науке разделяют, это не я разделила, да, конкретно генетики разделяют, чтобы было проще нам, врачам, общей практике понять. То есть разделили на факторы старения, внешние и внутренние. Внешние — это накопление ошибок, это свободные радикалы. Тоже все слышали. Свободные радикалы, они образовываются тогда, когда в наших митохондриях образовываются энергии АТФ, то есть всё, что мы съели. Мы должны что-то использовать, допустим, на классические какие-то наши, да, там, клеточки мы строим и так далее. Ну и энергию должны получить. Вот когда мы получаем эту энергию в виде АТФ, это называется, происходит окисление в митохондриях. И вот одна из таких как бы факторов старения — это когда в молодых митохондриях, они могут быть и в старом организме молодыми, и в молодом организме старыми, мы когда эту энергию получаем, то вот в молодом организме мы получили энергии, достаточное количество, произошло окисление, это тоже нормально, да, образовались свободные радикалы, но ресурсы в организме есть, достаточно ресурсов, я расскажу, например, там, конзим Q10, антиоксидантная система хорошо работает, и свободные радикалы образовались и не успели навредить клетке. А вот в старом организме, когда митохондрии старые, АТФ образовывается намного меньше, а вот свободных радикалов намного больше. Поэтому это один из таких вот показателей, это оксидативное нарушение, и это одна из причин старения. Гликированные белки, пропускаю следующий слайд, будет это более так, и внутренние. Есть, правда, у нас программа старения, и она генетически доказана. Программы омоложения нет. Если честно, название анти-эйдж, да, оно более такое модное, трендовое, а молодиться мы не можем. Самое большое, что можем сделать для себя, остановить старение, и, ну, по крайней мере, чтобы оно ишло в таком нормальном, спокойном ритме, а в лучшем случае замедлить. А вот программа старения есть. Я так быстренько расскажу такой опыт, где-то его проводят генетики, они сшивают постоянно, они пытаются найти какие-то гены, возможно, какой-то фактор, молекулы, что-нибудь, да, вот что всё-таки омолаживает. Потому что то, что старит, мы знаем. А вот что, вот как-то эту волшебную формулу, как я говорю, секрет-секретный какой-то где-то там, да, они сшивают мышек. Этих мышек, там, на неделю, на две, максимально на два месяца. Эти опыты проходят параллельно в разных странах постоянно. То есть сшивают молодую мышку и старую мышку. И вот всегда это заканчивается одним и тем же. Молодая мышка становится старой, а вот старая мышка никогда не омолаживается. Поэтому программа старения есть, программа омоложения пока нет. Так, ну и правда, у нас существуют гены старения, вот и длина теломер, их вывели в отдельные внутренние такие причины старения. Я ещё остановлюсь на них. Покажу такой вот интересный вам айсберг старения. Это будет хорошо понятно женщинам. Значит, согласно современному определению, что такое старение? Это просто ухудшение состояния. В результате накопления случайных молекулярных повреждений, то есть это необязательно. Если мы будем хорошо и правильно жить в определённом режиме, возможно, эти ошибки, они будут накапливаться намного позже и в меньшем количестве. Вызванных свободными вот этими митохондриальными радикалами или другими какими-то повреждающими факторами, которых очень много. Ну, такое определение, оно современное, и мы им пользуемся. Значит, генетические особенности метаболизма. Это понятно, у нас у всех есть генетика. Вот как в случае с той бабушкой, да, которая курила, ничего не делала, и в 117 лет умерла, и вообще как бы нормально курить она бросила, потому что у неё развилась катаракта, и вот у неё удалось стащить просто сигареты, потому что она не разрешала их. Была любимая её такая привычка. Ну вот генетические особенности, да, а кто-то, например, и питается хорошо, и физической активностью, и жиры не употребляет, и вот всё вот-всё вот-всё правильно, да, а допустим, разовьётся у него однозначно атеросклероз, и умрёт он от какого-то сердечно-сосудистого заболевания. Потому что генетические особенности у нас у всех есть генетика. Недостаточность веществ. Те, кто в МСП, знают чётко, то есть с возрастом мы теряем ресурсы, и это одна из причин старости. Нехватка определённых веществ. Я расскажу, когда вот что буду говорить, что нам нужно делать, я расскажу, каких. Образ жизни. Мы будем говорить сегодня о питании, прежде всего, да, есть ещё две такие очень важные составляющие антистарения, скажем так, замедление старения. Это физическая активность. Ещё это отдельная абсолютно тема — это правильный режим сна. О нём мы сегодня говорить не будем, нет времени, у меня вообще очень мало времени, поэтому постараюсь дойти быстро до главного, да, и длина теломера. Вот уходим теперь до биологического возраста. Биологический возраст для всех не секрет, мы знаем, что у нас есть паспортный возраст, это то, что нас всегда удивляет, особенно женщины. Мы открываем, смотрим, ничего не понимают. Так, вроде бы, не так себя чувствую. Биологический возраст — это то, насколько, соответственно, ну, как бы изменения, есть определённые изменения в организме, в клетках, которые, как говорят, о биологическом возрасте. Сколько клетки на самом деле лет? Не по паспорту. Вот сколько она уже там проработала, допустим, углеводов переработала, накопила каких-то там всяких вредных веществ. Вот. Ну и метаболический возраст, те, кто проходил, допустим, да, взвешиваются, проходят импеданциметрию, мы знаем, что у нас есть определённая скорость метаболизма, и у нас есть метаболический возраст. Так вот, биологический возраст и в медицине, да, мы можем определить, и его так называемые детекторы или показатели. Это когда клетка сама себе определяет ещё организм. Он постоянно считывает, сколько у него чего есть, чего не хватает, какие изменения. Сигнальные пути там определённые включаются. И он постоянно по каким-то показателям, да, он это для себя определяет. Я их сейчас перечислю, даже не перечисляю, идёт лучше дальше. Вот активность ТОР, вы прочли, так называемые ТОРы. Это так называемый сигнальный путь, на котором сходятся все. Вот, допустим, я ТОР, да, мой коллега Руслан говорит, я глюкоза, ирина аминокислота, а кто-то там и инсулиновый фактор роста. И вот они мне постоянно говорят, каждую секунду, сколько чего у нас осталось. Аминокислот не хватает, глюкозы много, и инсулинового фактора роста, допустим, он высокий, и клетка считает, что ей дальше делать. Разгонять ей этот ТОР, или наоборот замедлять. Она постоянно регулирует вот эту, скажем так, скорость. И считывает она, то есть активация этого предохранителя, или наоборот, его инактивация, да, замедление активности, происходит по вот этим вот трем показателям. Это глюкоза, аминокислоты и инсулиновый фактор роста. Так вот, очень важно, в конце, я написал внизу, да, там вот видите лонгитивити, так дальше, такая вроде бы как бы страшная картинка, но вот в результате всех этих сложных каких-то механизмов в клетке очень важно именно ингибировать или замедлить этот так называемый сигнальный путь. То есть я должна говорить медленнее, когда мы будем жить право, вы меня будете лучше слышать, понимать, и также в клетке она будет жить дольше. Но аминокислот должно быть в достаточном количестве, а вот глюкозы, да, поступать, и инсулинового фактора должно быть меньше. Этот путь очень важен, когда растет ребенок, то есть он выполняет колоссально важную роль в нормальном росте и развитии ребенка. Он работает активно, мы ребенка кормим, кормим, да, как бы, как кто мама знает, самое главное, из коллега Марина, я не вижу, где Марина, федиатр, она говорит, что, да, обычно мамам говорят, как ребенок, ребенок, если поел, то поел, если плохо поел, то поел мало. Вот что он ест, не все мамы, как бы их интересует. Важно, чтобы поел достаточное количество белка, но это тема Марины. Я хотела сказать, что вот этот сигнальный путь, мы его разгоняем в детском возрасте, в подростковом возрасте, а вот уже после 40, у кого-то после 35, а у кого-то, если еще и генетика плохая, разгоняя этот путь, мы продолжаем стимулировать пролиферацию или рост чего-то в организме, то есть его обвиняют в дальнейшем развитии всех заболеваний, связанных со старением и с онкологическими заболеваниями. Поэтому очень важно его, ну, успокоить, и вот он должен в спокойном режиме обработать. Как это сделать? Дойдем в конце, да, до нашей программы антиэйдж. Следующий детектор, там было написано, да, кто успел прочитать, конечные продукты гликации. Что такое гликация? То есть это когда, чем слаще жизнь, тем она короче, и это правда. Когда очень много поступает глюкоза в организм, то есть мы едим очень много простых углеводов, мы их не используем, не успеваем, да, потому что физическая активность у нас, допустим, маленькая, и эти углеводы не заходят уже в клетку, они связываются с белками. Связываются с белками и образуются так называемые гликированные белки или это продукт, конечные продукты гликации. И эти конечные продукты гликации, они являются показателем старения. То есть, конечно, это прежде всего благодаря, в кавычках, людям, которые болеют сахарным диабетом, более глубоко эти механизмы изучены. Ну а еще, очень такая хорошая картинка на примере коллагена, да, обычно это косметологи вот этим играют, вот такой картинкой, что они могут кремами и так дальше вот всю эту гликацию уменьшить. С левой стороны, видите, коллаген такой красивый, эластичный, все волнами укладываются, да, а вот с правой стороны на картинке Toxic Sugar, да, написано. Вот это коллаген, связанный с коллаген-белок, да, он связан с глюкозой. И он такой зигзагообразный. А выглядит это на самом деле, когда сосуды становятся неэластичными, да, когда это в хрящах появляются эти гликированные белки. То есть, ну лучше всего их предупредить, снизить, когда они уже образовались, это очень такой сильная, да, такая связь, которую разорвать на самом деле очень трудно, нужно очень стараться. Поэтому лучше всего предупредить. Ну, оксидативные повреждения, я про них сказала, останавливаться не будем. Понятно, то есть все эти свободные радикалы, они имеют повреждающие действия на клетке, прежде всего, и на геномы, на ДНК и так далее, и так далее. Так, теперь до нашего ДНК и до длинный теломер. Ну, еще раз я повторю, что все мы состоим из клеток, в клетках есть генетическая информация, и я вот написала, что геном, где записана наша генетическая информация, если его как бы раскрутить и переписать, то это 120 томов и на эмир. Представьте себе, то есть клетка должна при каждом делении очень четко переписать, вот этих 120 томов. И, конечно, когда организм молодой, стресса нету, кушает хорошо, маленький он еще, да, еще только развивается, и все происходит с такой уникальностью, да, точной, с возрастом, когда мы уже начинаем издеваться над организмом, потихонечку, ничего хорошего для него не делаем. Это происходит, конечно, ошибки, да, мы спешим, глюкозы много в организм поступает, он занят очень многими разными со всеми делами и направлен иногда не на правильное переписание генома. И происходят, возникают какие-то ошибочки, там, всякие биогимические реакции и так дальше. Ну, на таком вот примере я вам объясню, все мы помним, как вот еще, когда мы были студентами, кто-то, может быть, еще в школе, когда учился, помните, кассеты такие мы покупали, допустим, кто-то у кого-то переписал, а кто-то купил дорогую, такую, и вот дал ее в одну комнату, в другую, в третью, возвращают вам через месяц. К тому же половину не слышно, она поцарапана, помята и так далее. Вот так же и с геномом. То есть при каждом переписывании могут происходить ошибки. Мало того, что происходят ошибки, но при каждом делении клетки происходит укорочение вот этих вот теломер, о которых я начала. То есть хромосома имеет определенную длину. И клетка за свою жизнь, она должна поделиться разной клетке по-разному, ну возьмем в среднем, об этом говорят генетики на сегодняшний день, 60 раз. И вот этих 60 раз, каждый раз, когда она делится какой-то раз, она чуть-чуть теряет кусочек, какую-то часть своего теломера. И она может поделиться 60 раз за 60 лет, у кого-то за 35 лет, а у кого-то, может быть, за 117, да, как у бабушки. 122 уже, я уже забыла, сколько она прожила, извините. 122. То есть, потому что, ну у нее генетические особенности, то есть, этот механизм частоты деления мы тоже можем замедлить. Это тоже очень важно. И, кстати, определить на сегодняшний день длину теломер мы тоже можем. Это делают генетические лаборатории. стоит анализ, я смотрела на этой неделе, около 1200 гривен. Я не считаю, что это так, вот как бы заоблачная цена такая мы можем определить. И вырастить теломеры мы тоже можем. Ну, только не за неделю, не за две, а вот, ну, за полгода, за год. Можно постараться. Еще один детектор это митохондрии. Митохондрии, которые продуцируют нашу, они являются заводами, у которых образовывается энергия АТФ. Так вот, это один еще тоже из показателей, скажем так, старости или не старости вообще биологического возраста организма. Ну, наиболее богатыми являются это сердце, мышцы и мозг митохондриями. Они наиболее чувствительны, да, к дефициту энергии. Так вот, этих митохондриях может быть количество нормальное, а вот функциональная их способность, способность образовать АТФ может быть снижена практически к минимуму. И поэтому даже в молодом организме мы можем думать о том, что в митохондрии достаточное количество, а они энергии не образовывают. В конечном итоге для митохондрии это старение митохондрии, гибель, уменьшение их клетки, понятно, да, увеличить мы их можем потом количество этих клеток, этих митохондрий. Для клеток это дефицит, понятно, энергии, повышается, повышается, извиняюсь, этот окислительный потенциал, то есть образование этих окислительных радикалов. И апоптос, это значит, ну, клетка, да, гибель, гибель клетки. Ну и в конечном итоге нарушение обмена, интоксикация, окислительный стресс, старение, болезни, смерть. Ну вот так, трагично, но да. Остановлюсь отдельно на кишечной микробиоте. По каждому, в принципе, слайду можно делать отдельную лекцию, но я постаралась так, чтобы все-таки вот вы поняли весь комплекс, да, что играет очень важную роль. Есть такая статья, я хочу сказать, что позже я буду представлять только доказательную базу, то есть это стало таким рычагом для того, чтобы я была четко уверена в продукции, которой мы с вами пользуемся. Это доказательная база в независимых источниках, то есть кто врач, может быть, вы пользуетесь, есть такие интернет-ресурсы для врачей, допустим, я люблю пользоваться подмет, подмет это национальная медицинская американская библиотека, где сосредоточены там статьи со всех абсолютно медицинских специальностей на любой свой вопрос мы можем получить ответ. То есть я получаю на свои вопросы ответ там. И по продуктам NSP тоже. Для меня это важно стало очень, потому что я говорю о продуктах NSP. И когда я, да, преподаю в университете, поэтому я могу четко быть уверенной в том, что я говорю, потому что это доказано. Поэтому внизу есть ссылочки, откуда я беру информацию, пожалуйста, то есть вы можете сфотографировать и прочитать, кто хочет в оригинале на английском языке. Значит, называлась статья «Кишечная микробиота. Не основной ли актер в скорости старения?» Тоже совсем такой отдельный, можно сказать, детектор. Я выделила основные эффекты здоровой, нормальной микробиоты, какую она играет роль как фактор старения или как фактор антистарения, то есть в скорости старения. С возрастом растет, повышается, вернее, так называемое общее воспаление в организме, такая маленькая градация, которая может никак не проявляться, даже не обязательно бронхит или артрит или там еще что-нибудь. Мы сдаем анализы, допустим, цирриктивный белок, вибриноген и так далее, и по ним мы можем определять, насколько в организме есть какая-то воспалительная реакция. Так вот, снизив эту воспалительную реакцию, мы тоже замедляем старение. Так вот, сама микробиота может ее снижать. Повышение антиоксидантной активности. И в скобочках, да, за счет чего это так вот для медиков, если более глубоко. Далее, профилактика ансулино-резистентности. Мы знаем, да, что такое ансулино-резистентность, это больных с сахарным диалетом, но и у тех, кто постоянно есть ногой блока, она может, ой, извиняюсь, глюкозы, да, она может быть скрытой, она не обязательно проявится сначала с сахарным диабетом и может не проявиться, вот она может быть скрытой и может она провоцировать, скажем так, ускоренное ваше старение. Обеспечение функции барьера кишечника, повышение обмена и детоксикации токсинов и модуляции экспрессии генов. Я остановлюсь только на профилактике еще и цилиновезистентности, хочу сказать, там вот в скобочке я не поставила, да, есть так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Вот обратите внимание на следующую такую картинку интересную, тоже со статьи, с этой же фото, человек, который, здоровый, набор здоровой пищи, он занимается физической активностью, так вот, эта сама физическая активность может влиять в конечном итоге на образование разнообразной хорошей микробиоты, а эта же микробиота потом в ответ как благодарность будет продуцировать для организма так называемое метаболическое топливо, то есть за счет образования короткоцепочечных жирных кислот, которые образовываются только благодаря нашей кишечной микробиоте, мы получаем 10% очень необходимой энергии в виде метаболического топлива, то есть без этих, без образования этих короткоцепочечных жирных кислот, без этого топлива, даже если мы правильно все посчитаем, будем кушать достаточное количество герка, хорошие углеводы и так далее, мы не дадим то количество, которое необходимо в том виде, вот именно в виде этих короткоцепочечных жирных кислот, то есть еще раз повторюсь, именно физическая активность совместно со здоровым питанием будет стимулировать образование, достаточно образование этих короткоцепочечных жирных кислот. Ну и на фото хорошо видно, человек бегает, там показано, если долго почитать эту статью, у него разнообразные хорошие микробиоты, то есть не только хорошие, не только количественные, а вот именно представлено очень много разных семейств. вот это будет говорить о том, что она возможно, да, у вас есть все причины для того, чтобы достичь именно активного долголетия. А человек, сидящий перед телевизором, это схематически, даже если он будет тем же набором здоровым питаться, но не заниматься абсолютно физической активностью, у него такого разнообразия не будет. Ось мозг, кишечник, это так долго не останавливаюсь, тоже отдельная лекция, но так, чтобы мы поняли, связь на самом деле еще неизвестно, как вот говорят на гастроэнтерологических, допустим, конференциях, мы еще не знаем, кто главный на самом деле, может, позже разберемся, но дадут ответ. Не останавливаясь, по данным ВОЗ, питание среднего, скажем так, украинского человека, мы сейчас будем говорить об Украине, да, или там странах СНГ, на самом деле, тут представлено же не все, да, ну, просто цифры ужасающие, и это все вследствие питания, здесь представлены изменения и заболевания вследствие нарушения питания. Дальше, основные недостатки современного питания, ну, мы знаем, избыточная калорийность, в основном, за счет простых углеводов, глюкозы, образования конечных продуктов, аппликации, низкий уровень потребления вообще натуральных продуктов, да, то есть пищевую клетчатку мы не получаем, употребление большого количества калорийных напитков, нерегулярное потребление пищи, быстрого потребления, и вот потребление пищи в неожиданных местах. В неожиданных местах это мы имеем в виду, что сейчас мы очень быстро, мы просыпаемся, я сама планирую каждое утро, думаю, так проснулась, у меня сейчас программа реабилитации, шокотель, за 40 минут я должна выпить то-то, то-то, потом коктейль, все по дороге получается, быстро выпила, потом на работе, то есть, потому что мы все время спешим, вечером хочется что-то почитать, немного поучиться, к чему-то подготовиться, утром проснулся, побежал на работу, выделить время, покушать, в спокойной обстановке, не спеша, потому что быстро это тоже провоцирует, да, у нас нет времени, то есть, это проблема нашего, современного человека и нашей в том числе. Здесь я представила такую таблицу, тоже это из доказательной медицины, сфотографируйте, не перечисляю, то, что времени занимать, 15 из всех известных причин, которые ведут к развитию неинфекционных заболеваний, они связаны с питанием. Вот эти неинфекционные заболевания, это те заболевания, которые связаны и со старением, но и невызванные инфекционными какими-то агентами. То есть, в основном, те, которые связаны, сюда мы относим и сердечно-сосудистые заболевания, да, вследствие питания, и вот эти нейродегенеративные, которых сейчас тоже отдельная тема, тема биохакинга головного мозга. Это такое питание, которое ведёт к болезни Альцгеймера, допустим. Дети, которые болеют аутизмом, болезнь Паркинсона и так далее, и так далее. То есть тоже следствие принципа питания. И это нужно профилактировать. Сфотографировать. Болезни, связанные со старением. Здесь можно этот список ещё дополнить. Я их перечислила некоторое. Но на самом деле, опять же, есть доказательная база, но статей таких много, и можно его дополнять. Это Альцгеймер, остеопороз, диабет и депрессия, и онкологические заболевания, сердечная недостаточность, хроническая почечная болезнь и так далее, и так далее, и так далее. Доходим до того, всё-таки, что же нам делать. Это самое интересное, потому что мы поняли глубину всех изменений, которые происходят в организме. Теперь, что мы реально можем с вами изменить? Куда нам двигаться, куда пойти? Можем пойти вместе со всей толпой, а можем найти свой уникальный путь, дойдём дальше. И самое главное, интереснее. Потому что прожить-то долго. Есть люди, которые живут долго и молят Бога о том, чтобы уже не жить. То есть, создавая трудности и себе, и своим близким. Очень важно, я так и назвала, активное долголетие. Когда мы живём активно, и здорово, и долго, и тогда интересно, а не просто долго. Ну вот, что с этим делать? Пока я расскажу быстро о такой пирамиде питания, можете сфотографировать. Опять же, у нас есть такая независимая, авторитетная организация, всемирная организация охраны здоровья. Вот она представила вот эту гармонтскую пирамиду питания, которая разработана Гарвардским университетом, для того, чтобы более наглядно было понятно, что и в каком количестве кушать в сутки. Так вот, обратите внимание, вы её сфотографируете, я внизу просто обращу вам на основу внимания. Там внизу, в пирамиде питания, ещё раз обращу внимание, там эти ракеточки, мячики, гантельки, кроссовки. То есть физическая активность прежде всего в пирамиде питания, ежедневные упражнения, контроль веса, ну и тарелка с водой, вы видите на ней небольшое количество пищи, и вы видите, что обязательно должен быть белок, клетчатка, ну и что-то из так называемых полезных цельнозерновых, да, углеводы, видите, всё-таки цельного зерна. Ну и здесь всё далее ясно, то есть цельные зёрна, здоровые жиры, овощи, фрукты. Я не буду останавливаться, то есть я думаю, все, кто прошли школу питания или планирует, вы научитесь, или сфотографируете, и найдёте. Тарелочка такая здоровая, на русском языке, прямо представлена уже на сайте ВОЗ, все мы можем тоже, вы можете зайти посмотреть, более наглядно, схематично то, что я показала до этого, пирамиды питания. То есть тарелочка составлять, должна наша суточная тарелка, в общем, если разделите пополам, то две трети овощей, одна треть из этой половины, это фрукты, далее вторая половина, это, то есть одна четвёртая общая тарелка, да, это цельнозерновые и полезные белки. Вот так и переводится с английского языка, полезные белки. Ну, вы все прекрасно знаете, что такое полезные белки. Сфотографировали, так можем идти далее. Теперь доходим до самого такого интересного, что же нам всё-таки делать и как нам жить. Есть так называемый дневник начинающего долгожителя. Подходить к режиму питания можно, ну, сейчас уже там генетики, вообще и диетологи, есть целые институты, которые занимаются изучением старения, изучением биохакинга, биохакинга, да, там биохакинга не только головного мозга или там бодик-хакинга, это мы называемый. Что же сделать такого, чтобы как-то обмануть программу старения, чтобы клетка перестала понимать, что вот скоро она должна свернуть эту программу старения. Они придумывают разные вот такие механизмы, чтобы она смогла как-то вот замедлить вот этот вот ход событий. И придумали такой дневник начинающего долгожителя. Систем здесь много, разных, я на них останавливаться не буду. Самое главное, я выделила. 16-8, метод 16-8, так и называется. То есть, что он, я сейчас гляну, какой следующий слайд, да, ладно, рассказываю. Здесь, значит, 16 часов, это должен быть голод, а 8 часов, это должен быть приём пищи. То есть, так и назвали, окно приёма пищи и окно голода. На английском это звучит как фастинг, и оно переводится на украинский по-разному. То есть, допустим, диета имитирующая голод или это называется ещё в переводе с английского, если бросить, вот переводчик, это называется пост. Тут реально так и переводится пост-фастинг. Поэтому все, кто сейчас фастится и как-то себя в чём-то ограничивает, то думайте о том, что вы уже как бы пользуетесь дневником налогожителя. В чём суть? Я вот на примере, все, кто получил или может быть вы возьмёте, да, программа у нас есть, программа антиэйдж, там более чётко расписано. Ну, такой пример. Допустим, вы встали в 8 утра, в 9 у вас завтрак. Вот вы в 9 покушали, позавтракали, и на протяжении следующих 8 часов вы должны съесть свой завтрак, обед, ужин, кто есть перекусы, ещё и перекусы, и закончить так с 9 до, помогите, до 5. С 9 до 5, но в 5 закончить, то есть не в 5, мы идём и до полушестого, а в 5 закончить, потому что именно в 16 часов клетка должна быть голодной. Я дойду до процесса почему так и объясню более так подробно. Пока записали, да, метод 16-8. Это то, что известно науке вообще о факторах из питания, которые влияют на антистарение. Я остановлюсь на антиоксидантах. То есть самые главные антиоксиданты, это очень важно для нас, это омега-3, доказанные на сегодня, омега-3, ликопен, который есть в помидорах. Обратите внимание, физическая активность, которая не является питанием, является доказанным антиоксидантом. Потом самые такие, резвератрол, я просто ваше внимание на этом акцентирую, потому что это всё из продуктов, которые мы представили в программе антиэйдж, куркумин, чёрный перец и здесь ещё нет розмарина, по-моему, и розмарин. Физическая активность. То есть учёные могут посчитать для каждого из вас, какая должна быть конкретно у вас физическая активность для того, чтобы замедлить старинку. Но в общем, если этого не делают, то ничего страшного не произойдёт. в среднем они для нас сообщили, что это должно быть или 80 минут ходьбы в день, или 30 минут бега в день. То есть это снижает риск возникновения некоторых онкологических заболеваний и вообще это замедляет старение. Но если вы будете ходить 120 ходьбы в день, дальше не замедлят. Вот это минимально. Больше можно и не делать. Но ещё, что очень важно, это должна быть не просто ходьба. Вы должны вспотеть. То есть это вы должны не задыхаться, бежать, потому что вы переходите там уже на другую фазу, она вам не нужна. Но вы должны пройти более интенсивно. То есть всё остальное, что не интенсивно, пожалуйста, ходите, это позитивные эмоции. Но если мы говорим о факторах, снижающих риск этих заболеваний и замедляющих старение, то нужно постараться попыхтеть чуть-чуть. Вот подавление пути и утор, и сюда же я отношу вот этот вот режим 16-8. Я бы схотелось дойти до этой картинки. Если мы будем питаться хотя бы два раза в неделю по нашей программе, нужно каждый день, это сложно, хотя мы же начинающие с вами долгожители, можно потом, может, мы с вами через пять лет вообще там будем по два дня голодать. Подключается так называемый процесс аутофагии. Вот именно за открытие этого механизма недавно, ну не так давно, в нашей уже столице, в 2008 году была вручена Нобелевская премия. Это японский учёный, физиолог, открыл этот механизм. Он называется аутофагия или в переводе на такой наш язык просто клеточной уборки. Вот когда организм не ест 16 часов, начинает включаться процесс аутофагии. Вернее, он включается через 15 часов голода. Вот если мы 15 часов не едим, то хотя бы час ещё дадим организму на так называемую клеточную уборку. И вот именно этот механизм, ничто иное, подавляет так называемый вот разогнанный вот этот вот путь Тора, который у меня говорилось, сигнальный путь. Да, я начала с того, что как же мы можем его замедлить. Замедлить мы можем только изменением режима питания. Я вам скажу даже так вот секрет, даже если вы в этот день будете на каком-то дне рождения и вы съедите много, но не поедите 16 часов, клетка успеет убрать. Таким хорошим примером я всегда его рассказываю. Вот эта женщина будет понятно, хорошо, представим себе субботу, у нас с вами куча планов, мы не идём, допустим, на работу, мы хотим успеть убрать, наготовить кушать, сходить в магазин, там, не знаю, делить время детям, мужу и так далее и уже ждём, когда мы всё это сделали, бегаем с хвостиком на голове без макияжа и так далее, ждём, когда они уже все уйдут и вот будет пару часов и я стану красавицей. Но он берёт и приглашает в гости своих друзей с детьми и вы снова готовите кушать с этим хвостиком, вы злитесь, потому что у вас нет времени привести себя в порядок, в ничем итоге нет времени выспаться, и так же в клетке вы устаёте и потом появляются признаки так называемого старения, да, мы идём к косметологу и пытаемся решить как-то этот вопрос. На самом деле, прежде всего, нужно изменить свой режим питания, дать клетке время убрать. Вот именно в процессе этой аутофагии, тут вот так вот схематически, да, у нас есть такие штучки, мы их назовём или органеллы, ну, так по-правильному, да, лизосома они называются. Так вот, они в клетке, когда включается аутофагия через 15 часов голода, 15 минут осталось, а вот включается, включается, в общем, это лизосома, да, когда у нас 15 часов мы голодаем, включается процесс аутофагии и активируется вот эта так называемая органелла. То есть, это можно представить, как будто вы, как хозяйки, дома с собочками, начинаете убирать. И вот она убирает также у себя в клеточке. У нас же там постоянно происходит какой-то обмен, да, и ещё если мы воды, допустим, достаточное количество не даём, и там у неё не очень хорошее такое окружение вокруг всех этих структур, которые в клетке, так вот, опять же, доказано чётко доказательной медициной. Именно в процессе аутофагии у нас происходит так называемое, влечение, поймут, репарация ДНК, то есть восстановление ДНК. Это очень важно, там включается очень много разных сигналов, тоже белков, целые семейства, которые зашивают вот эти поломочки. Когда я вам говорила, что мы при переписывании, у нас происходят ошибки, так вот это то время, когда он эти ошибки может исправить. если мы этого времени не даём, всё, ошибки остались, мы пошли дальше, в делении, в делении они будут накапливаться дальше, поэтому мы время должны дать обязательно, хотя бы час, можно и два часа, если кто-то хочет, то есть более не надо, так как мы не тренированные, и всё-таки это по медицинским показателям, я остальные, другие все моменты антиэйдж питания такого режима я не даю, а вот 16-8 два раза в неделю, пожалуйста, то есть это очень важно, это делайте. Доходим теперь до, мы говорили с вами о микробиоте, так, что очень важно от микробиота, её разнообразие, а как оно должно образовываться, это разнообразие, оно должно хорошо кушать, то есть наши микроорганизмы, наши все, которые живут у нас в кишечнике и должны образовывать вот это метаболическое, вот это топливо, о котором я говорила, оно должно иметь ресурсы, их должно быть много, их должно быть много разных, да, у них у каждого своя функция, так вот, чтобы их правильно накормить, мы знаем, что должна быть, да, у нас клетчатка, достаточно, причём клетчатка разная, та, которая, допустим, там стимулирует перистальтику для очищения, для очищения, а та, которая, и другая клетчатка, которая является растворимой, растворимой клетчаткой, вот она очень важна для разнообразия, именно для роста этих нашего микробиома, наших микроорганизмов в кишечнике. Так вот, у нас в НСП, да, есть такой очень хороший продукт, который может соревноваться, вот поверьте мне, как человеку, который искал, докапывался, и чётко выбрал для себя именно этот, и доказательную базу. Сейчас представлю, это локло, вот он является источником всех этих пищевых волокон, и очень важно, обращу внимание, все, кто состав знает, но я обращу внимание на те факторы, вот именно розмарин, куркума, которые являются доказанными антиоксидантами, они тоже есть в этом локло. Так, и биофлавоноиды, это тоже важная очень составляющая этого продукта. Так, теперь продукт хлорофилл, ну или он очень хорошо известен, в принципе, нет человека, который пользуется продуктами НСП, и он не знает, что такое хлорофилл, это является самым любимым нашим продуктом, вытяжка такая, зелень, да, она очень важна для того, чтобы создать условия не только накормить, то есть можем кормить кого-то хорошо, а условия проживания у него будут плохие, вот именно локло, вот данный, извиняюсь, хлорофилл, у него очень много разных его свойств, его лечебных эффектов, но сегодня я говорю только о тех, которые вот в плане антиэйдж, здесь про микробиоту, он создаёт условия, то есть способствует восстановлению соотношения полезных бактерий, микрофлоры, кишечника, как одного из основных игроков в увеличении продолжительности жизни, поэтому мы включили его в программу питания, в программу антиэйдж, я повторяюсь, это тот же слайд, который я показывала, кто не сфотографировал эффекты здоровой микробиоты в плане замедления старения. Доходим до коэнзима Кю, я говорила о литокондриях, так, о их так называемой функциональной способности продуцировать АТФ. Повторюсь, что в молодом возрасте они могут быть уже старыми, и АТФ продуцировать недостаточное количество, и в старом возрасте они могут быть в достаточном количестве, достаточно быть молодыми, продуцировать достаточное количество АТФ. Для этого просто необходимый такой фермент, который там механизмы определенные переключает в клеточке, да, это кэнзим Кю-10. И он должен быть в определенном количестве, в определенной форме. Если его будет поступать недостаточно, будет развиваться та же митохидриальная дисфункция, то есть они будут функционально свою способность уменьшать, в конечном итоге погибать и приводить к тому, что будет замедляться процесс старения. С левой стороны я представила еще вот здесь есть пару таких доказательных и на самом деле очень-очень и очень много. Но я выделила некоторые, да, то есть кэнзим Кю-10 мощный антиоксидант и вообще вот есть такая интересная статья, вы можете сфотографировать, большая в доступе, пожалуйста, кэнзим Кю-10 в человеческом здоровье, вообще его роль. То есть доказательные у вас огромное количество и некоторые врачи, мы сталкиваемся с этим, допустим, даже врачи-онкологи боятся, они говорят, что кэнзим Кю-10 мы можем разгонять энергию. Есть доказанная база, я уже сегодня не включала сюда, в том, что наоборот, мы можем назначать, и это наоборот продолжает увеличивать шансы выживаемости данных пациентов. гриппайн с протектором, это самый интересный, самый мной любимый в этой программе. Вы знаете, гриппайн как мощный антиоксидант. Вот в такой степени здесь прекрасно и уникальное соотношение тех продуктов, тех составляющих, вернее, которые доказаны в замедлении старения. Я их перечисляла, то есть вот это вот экстракты с кожи красного винограда, это резвератрол, то есть он находится и в кожице, и в косточках. Так вот в гриппане там есть и из кожи, и из косточек, и из разного винограда. На некоторые просто экстракты коры сосны, это тоже мощнейший антиоксидант. Остальное я дойду до того, что здесь есть цитрусовая биофлавноида, гесперидин и листья и куркума. Теперь по доказательной базе. Я не буду читать все, то есть я могла сделать еще много таких же слайдов. Розмарин и его доказанные эффекты именно как эффекты антиэйдж. Когда говоришь с пациентами, говорят, а я люблю пить розмариновую воду. Я говорю, ну если вы хотите поставить галочку, что вот ну как бы вы можете поставить розмарин тоже у себя на подоконнике, в принципе он у вас дома есть. Но съедать его кустами тогда надо, не знаю, идти постись там есть розмарин, потом срывать кору сосны, потом там еще что-нибудь, потому что все в большом количестве должно быть. Не надо, будет проще. Проще есть уже продукт, в котором все абсолютно есть в том, потому что мы знаем, что на производстве есть научно-исследовательский институт, там работают научные сотрудники, и когда ты читаешь о том, что сейчас доказано в современном мире, а это уже у них есть, ну вот тогда так называется, можно сказать, что вот они впереди планеты всей. Фотографируем, то есть я долго, да, не останавливалась на этом. Гисперидин, он тоже есть в гриппайне, это биофлавоноид цитрусовый и тоже очень важен в антиэйдж-эффектах. То есть есть антисклеротические влияния, и он снижает оксидативный стресс и апоптоз, вызванный высоким уровнем глюкозы. Значит, очень важно, что он может снижать эти конечные продукты гликации. Вообще биофлавоноиды и задание, в принципе, и гриппайна есть снижением и количеством. То есть я помните, я начала с того, что там очень мощные сильные связи, когда глюкоза связывается с дырком. Так вот, вот эти продукты в этих количествах, они могут снижать уже существующую высокую, возможно, гликацию. Ну и очень важно, конечно, если ее предупредить, так вот уже, если гриппайна потреблять, мы точно предупредим появление этой гликации. Ну, куркумин. Куркумин — это вообще известное вещество, его очень любят говорить о том, о его эффектах как против развития онкологических заболеваний. Вот сегодня мы с другой стороны о нем поговорим. Есть, вот видите, даже статьи, у нас, мы боимся, статья «Влияние добавок антиоксидантов», в которые входит куркумин, на старение долголетия, потом куркуминный возраст, окислительный стресс и так далее. И вот даже в разряде, видите, прерывистого голодания, это то, что я, когда я вам говорила, да, про 16-8, это прерывистого голодания, можем назвать, физические упражнения, прием антиоксидантов, таких как резвератрол, который есть в куркумине, и куркумин, вот они показали значительный эффект для улучшения функции старения. Ну, это так дословно переведено с английского языка, перефразировать и помните, замедление старения. Резвератрол, который содержится в кожице и в косточках винограда, ну, вот, допустим, антивозрастные препараты перспектива более длительной жизни, статья 2018 года, где очень четко и про определенное, опять же, количество резвератрола, потому что, когда тоже человеку говоришь про резвератрола, он говорит, я ем виноград, а я пью хорошее вино, я его сам делаю, ну, пей, 35 литров в день надо выпить, чтобы съесть достаточное количество резвератрола, опять же скажу, потом пойти наесться сосны и так далее, и так далее. То есть, ну, это сложно, то есть в том количестве, которое необходимо организму для запуска этих, он же же эволюционно, понимаете, он все-таки настроен на то, что мы медленно и уверенно, как сказал Жуанинский, да, мы каждый по-разному, поэтому нужно все сделать для того, чтобы вот активно и интересно, и мы можем, у нас есть для этого сейчас рычаги. Марина, мы его знаем, как противовоспалительный, противовирусный, эффекта на самом деле очень много доказанных, вот в плане антиэйджа я его взяла, Марина мы знаем, может быть, в виде сока ноли, да, и в виде вот такого продукта в капсулах, и вот оказательная база, в Маринде есть так называемые ириоиды, ну это такие вещества, как в каждом каком-то растении есть определенные активные вещества, вот в Маринде они называются ириоиды, вот они являются натуральными ингибиторами этой же гликации, потому что это очень, еще раз повторюсь, важно, и очень важно это способность Маринды подавлять воспаление, я сегодня не делала на этом акцент, это так называемый только скользко золовозрачный, возрастном воспалении, возможно там в следующий раз, то есть следующим циклом это будет о вообще важности воспаления в развитии старения, так вот Маринда один из мощных механизмов, который может как бы ингибировать, да, или инактивировать, снижать активность этого возрастного воспаления. Доходим до нашей программы, или сфотографируйте, или возьмите, то есть программа наша «Здоровое долголетие», куда вошли все эти продукты. Я хочу сказать, что если мы вообще в НСП, все, кто в этом зале, мы уже в движении антиэйдж, это точно, то есть мы думаем о своем здоровье, думаем о том, чтобы замедлить наше старение, поэтому употребляя любые продукты, вы в любом случае свое старение замедляете, но пока вот мы выделили в этой программе самое главное, самое доказанное, можно сказать, возможно появится новое, вообще много новых, это и сера, это и витамин D, но мы не можем включить все, то есть представили такую самую комплексную, на наш взгляд, на два месяца, а вообще нужно пожизненное, если честно, потому что же он сказал, что вырастить, чтобы вырастить теломеры, теломеры, да, в хромосоме, получится, то есть мы снизим лекацию, мы запустим аутофагии и так далее, но чтобы вырастить теломеры, ну полгода надо, а через полгода начинаем жить как дальше, но снова они будут окорачиваться, то есть надо как бы стараться работать над собой постоянно, ну и там такая маленькая у нас есть схемка, как же все-таки придерживаться, да, этого режима 16.8, даже с примерами четко, чтобы если кто-то не успел записать меня не понял, там все хорошо у нас расписано, и эффекты воздействия вот этого нашего меню, нашей программы, нашего режима питания, да, это омоложение организма из-за замедления клеточного старения, сгорание жировых запасов благодаря снижению чувствительности к углеводам, восстановление возможности организма к использованию именно внутренних резервов за счет процесса аутофагии, активация защитных сил, повышение сопротивляемости, улучшение памяти, скорости принятия решений, потому что мы профилактируем нейродегенерацию, все мы сейчас уже замечаем, да, буквально недавно я была в магазине, достала карточку рассчитываться и пошла снова искать карточку в кошельке, очень интересно, то есть программу надо еще раз проходить, то есть это с возрастом все-таки начинается и общий противовоспалительный эффект детоксикации организма, это такие обобщенные, ну я закончу еще тем, что знаменитый наш врач Авиценна, обратите внимание, как он сказал, о питании еще тогда, в еде не будь до всякой пищи падок, знай точно время, место и порядок, спокойно, не спеша, без суеты, день раз или два питаться должен ты, не жаркие считаю, будь их мудрым, горячей пищей насыщаться утром, питайся, если голод ощутил, еда нужна для поддержания сил, зубами пищу измельчая всегда, полезнее будет в проб пойдет еда, в компании приятная, честь по чести, следует, есть следует в уютном, чистом месте, тому на пользу мой совет пойдет, кто ест и пьет достойно в свой черед, и последний такой слайд, у нас есть голубые зоны долгожителей, то есть есть так называемые люди суперэйджеры, те, которые прожили больше ста лет, и вот есть определенные общины этих людей на земле, это, допустим, Окинава, они раскиданы, можно сказать, по планете, Окинава, Греция, Сардиния, Ла-Малинда, это в Калифорнии, в Америке, тоже удивительно для нас, и Коста-Рика. Их там живет определенное количество, большое там целыми такими селениями, ученые исследуют, скажем так, вообще весь их секрет, потому что питаются они по-разному, мы еще можем заподозрить итальянцев и греков, почему там вино и так далее, но я скажу в плане антиэйдж, это позитивные эмоции, это физическая активность, они очень дружны, они всегда позитивно настроены, они ходят друг к другу в гости даже в 110 лет, то есть они поддерживают друг друга и в беде, и в радости. В общем, у каждого из них в принципе своя какая-то, свой какой-то секрет, но каждый из этих долгожителей, когда задаешь вопрос, почему вы так долго живете, они всегда отвечают, что у них у каждого есть какая-то определенная цель. У кого-то это цель правнуки, а кто-то еще там ушу преподает, если это в Японии, то есть есть цель, ради чего просыпаетесь каждое утро, не проснулся, думаешь, вот впереди этот тяжелый сложный день, искать эти позитивные моменты. Я каждому из нас желаю, чтобы все мы, пусть нас не будет, может так пока видно, но чтобы мы светились таким светом долгожителей. Спасибо большое за субтитры Алексею Дубровскому.